Учёные придумали способ создавать искусственное мясо, якобы идентичное натуральному. Сегодня в студии программы «Степень защиты» профессор Этмо Александр Ишевский. Здравствуйте, Александр Леонидович. Здравствуйте. Искусственное мясо – это правда или вымысел? Ну, такая фантастическая полуправда. Искусственное мясо – это вот то, что мы понимаем, да, под искусственным мясом. Это когда в пробирке вы вырастили несиные волокна и структуру мышцы. То есть вы взяли аминокислоту, определённую совершенно, создали для её развития определённые условия в реакторе. И в этом реакторе у вас выросла определённая такая вот мышца. На самом деле сейчас, по-моему, только англичане сделали, вбив порядка 2,5 миллиона долларов исследования, они получили вот такой махонький комок. Это не нить, это не спираль, это не волокно, это просто маленький вот такой комок, который напоминает фарш. Но этот комок, он получен синтетически, искусственно. Если действительно придумают вот настоящее искусственное мясо, которое будет идентично натуральному, что произойдёт в будущем мире? Ну, во-первых, это будет проблема решения, проблема накормления 8-8,5 миллиардов человек, которых к этой величине мы приближаемся стремительно совершенно. Сейчас 7,2 миллиарда, больше 7 миллиардов. Во-вторых, это всё-таки облегчить существование людей, которые на убийство животного не принимают. И в-третьих, весь вопрос цены. То есть, что будет дешевле, вот в пробирке делать это мясо, или всё-таки выращивать его на фермах, в промышленных масштабах, в массовом количестве. Всё-таки для обывателя из чего могут получить в пробирке мясо? Из ничего? Нет, не из ничего, из аминокислоты. А её из чего? Аминокислоту из азота, кислорода и углерода. То есть из ничего? Так, по сути дела, да. Углерод – это нефть? Углерод – это нефть. Кстати, вот это хороший вопрос. Мы расходуем нефть для того, чтобы просто сжечь. А нефть – это тот продукт, это высокопарафиновое соединение с огромным содержанием углерода связанного, которое природа накапливала в течение сотен миллионов лет. А мы за 50-60 лет расходуем, просто это сжигая. Строим дворцы, замки, вот Эмираты развиваются. Может быть, эта природа нам дала для того, чтобы сделать потом и накормить вот эту безумно растущую численность населения, когда 10-12 миллиардов будет, чем их кормить. Землю уже не хватит, посевных площадей и потенциала для выращивания кормов для животных. Спасибо, Александр Леонидович.